Восточная поэзия и русская музыка Восточная поэзия и русская музыка Сегодня в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко Премьера. Балет Августа Бурнанвиля «Неаполь» перенес на московскую сцену датчанин Франк Андерсон. Хореография эпохи романтизма дополнена сверхсовременными спецэффектами. На сцене оживут улицы Неаполя и подводное царство. А любовная драма разрешится счастливым финалом. Премьера сегодня вечером. Подробности у Елены Ворошиловой. От первого звонка в Данию до выпуска Неаполя в Москве три года прошло. Теперь Франк Андерсон в театре Станиславского и Немировича Данченко свой. Артисты труппы и датским балетным стилем овладели и язык пантомимы выучили. А это как иностранный с нуля. Неаполь – большое произведение. Это история на три часа. Такое и танцевать сложно, и ставить нелегко. Я думаю, на премьере артисты могут выразить всю драматичность этого сюжета. И зрители в зале будут плакать и смеяться. Сам Франк Андерсон 50 лет назад тоже был среди детей, танцующих на площади. Потом Миман, сольные партии. Неаполь ставил в разных странах. Теперь Москва. Язык пантомимы учил педантично с каждым. Теперь артисты и жест, и взгляд ловят на ходу. Здесь надо сделать так, чтобы это не только было горячее, что там, чтобы оно еще было и вкусное. Неаполь Бурнанвиля в Дании, как лебединое озеро в России, национальное и культурное достояние. Спектакль больше 150 лет в репертуаре датского королевского балета. Сам Бурнанвиль умел не только танцы поставить, но и придумать историю. В Неаполе все просто. Красотка Терезина выбирает женихи бедного, но веселого Дженара. Во время бурья она тонет, выпадает в морское царство. Жених, конечно, ринется за любимой, они вместе вернутся на землю, и все закончится свадьбой. Танцы оказались не самым сложным в постановке Неаполя. Прежде всего надо было научить артистов стоять на двух ногах. Они привыкли в русском стиле, в тандю. И опускать руки, обычно они высоко их поднимают. Словом, выбить все, чему их когда-то учили. В Неаполе нашлось дело для всех. Виктор Диксманил амплуа романтичного героя на характерную роль. Он один из претендентов на сердце Терезины. Теперь Дик на собственной шкуре испытал. Каково это быть отвергнутым и смешным? Мне очень нравится. У меня впервые появилась возможность похулиганить на сцене. Терезина, Ольга Сизы, почти Дун Кихотовская китая, только та не тонула и на яда не становилась. А в остальном, даже легкая светленность и хокетство. Там нужно сразу превратиться из какого-то такого сумасшедшего состояния, более спокойно, умиротворенное. И это, наверное, сложно, чтобы этот зритель поверил, что я действительно другая. Это сейчас Микаэль Мелби, художник, а 9 лет назад пел оперные арии и был знаменитым тенором. Неаполе ему как родной три года вступал в театре Сан-Карло. Это Ристань Санта-Лючия, вот она на эскизе. Микаэль жил неподалеку. Все детали маленькие и большие, и теперь декорации Неаполя. Впрочем, не только сценография. Спецэффекты – работа Венди Хеликтон. Она – королева видеопроекции. Ее спектакли на Бродвее, в Лас-Вегасе и теперь в Москве. Англичанка Дэйдри Клэнси сделала больше 300 костюмов. Шелк, хлопок, лен в Москве оказалось найти непросто, а через границу везти слишком дорого. Два месяца мастерские театры работали без выходных. Костюмы на яд шили из прозрачного шифона. Этот костюм вообще как будто на тебя ничего нет. Несколько точных разрезов ножницами – и вот эффект водоросли. Специально выбрали вот эти ткани, туаль, шифон, чтобы оно было такое невесомое и прозрачное, как вода. Третье отделение «Неаполя» – настоящая фигерия. Оно во всех галаконцертах датского королевского балета. И всегда в программе королевских жильонов. Кстати, датская королева не только патронирует балетную труппу, но и сама берет уроки классического танца. Говорят, это у нее хорошо получается. Елена Ворошилова, Олег Левитин. Служба информации телеканала «Культура». Большой симфонический оркестр под управлением Владимира Федосеева и актеры театра и кино Дарья Мороз и Олег Долин объединились для того, чтобы преподнести публике вторую часть цикла «Легенды о любви». Концерт по мотивам известной легенды о Фархаде и Ширин. Репортаж Елены Озеровой. Кажется, цикл «Легенды о любви» не мог не появиться на афишах оркестра, которым руководит Владимир Федосеев. Ведь вся музыка, по сути дела, о любви и сыграна Федосеевым с любовью. Это вечная тема. Любовь, как не обращаться. Без любви можно жить. Любовь нужно беречь. Без любви человек гол. Одна из самых печальных легенд о любви, Фархад и Ширин, породила немало поэтических произведений и ни одной оперы или балета. Для Владимира Федосеева это был повод обратить взгляд на восточную музыку. Музыку очень сложно подбирать, поскольку это тема была забыта. Вообще Восток мы забыли, мы не знаем ни композиторов, ни ничего. И вот я решил восстановить, опять вспомнить, что мы всегда были неразрывно связаны с поэзией восточной, с музыкой восточной. Владимир Федосеев напомнил и прекрасные мелодии композиторов Востока, Меликова, Каракараева, Ниези и восточные мотивы русских композиторов – Римского, Корсакова, Мусоргского. Были приглашены и исполнители из Азербайджана, чтобы москвичи вспомнили древнее искусство мугамов. Эльмадина Ибрагимова Владимир Федосеев называют чудо-мальчиком. Он поет мугам из 7 лет и к 12 годам стал победителем национального конкурса исполнителей мугамов. И, конечно, любовь в этот вечер воспевала не только музыка, но и поэтическое слово. Но вот что чудесно. В тот миг, как мы были вдвоем, мы были в Ираке один, в Харасане другой, ты пьяный. Елена Озерова, Владимир Полунин, служба информации, телеканала «Культура». Британский журнал «The Book Seller» опубликовал результаты конкурса на самый странный книжный заголовок. Победило издание под названием «Перспективы 60-миллиграммовых упаковок для творога» на 2009-2014 годы. Конкуренцию составили такие книги, как «Метафизика Бабуина» и «Большое решетое его применение». Выбрать лучшего из лучших в этом году было сложнее обычного, так как автор книги-победителя, по сути, ее автором не является. Профессор Филипп Паркер разработал программу, которая создает узкоспециальные книги на основе обработки баз данных и запросов поиска. Таким способом Паркер уже числится автором более двух сотен книг. Другие сообщения с «Карты мира» в обзоре Игоря Рябцева. Стихи Иоанна Павла II вдохновили на написание песен одного из известнейших певцов планеты. Ласидо Доминго выпускает альбом, основанный на поэзии понтифика. Эта идея пришла ему в голову после концерта в Ватикане. Он подошел к папе и попросил того лично выбрать несколько произведений, которые можно было бы положить на музыку. Новый альбом получил название «Амора инфиниту» — «Бесконечная любовь». Для создания пластинки Доминго пригласил известнейших мировых исполнителей — Андреа Бачелли, Джоша Гробана и Ванессу Уильямс. О мелодии к некоторым композициям написал сын певца Пласидо-младший. Музыкальное сопровождение обеспечил лондонский симфонический оркестр, которым руководил известный аргентинский дирижер Хорхе Каландрелли. До ближайшей церемонии вручения «Оскара» почти год, а критики уже назвали одного из наиболее вероятных номинантов на получение премии. Это лента «Париж 36». Музыкальную драму французского режиссера Кристофа Борати о Париже 30-х годов прошлого века окрестили смесью Амели и Муленруш. Картина уже была показана на нескольких фестивалях и, наконец, выходит в прокат. В главных ролях снялись Медре, Пьер Ришар и Шерар Жуньо, а также молодые таланты, такие как Нора Арнезедер. Мне пришлось пойти в книжный магазин и прочитать о том, как жили женщины в то время, как одевались и даже как ходили. В центре сюжета выдуманный парижский концертный зал «Шансония». Молодая певица и двое других артистов решают захватить театр, чтобы устроить там импровизированный концерт. Их цель – вселить надежду в жителей города, охваченного предвоенной депрессией. А в Испании к выходу на экраны готовится анимационный мюзикл. Обладатель «Оскара» Фернандо Труэба и известный художник Хавьер Морискаль объединились для работы над мультипликационной картиной, которая не надеется покорить сердца зрителей. Новая лента называется «Чико и Рита». Ее действие происходит на Кубе в 40-х годах прошлого века. Это история любви пианиста и певицы, которые становятся звездами джаза. Музыку к фильму написал сам режиссер Фернандо Труэба. Игорь Рябцев, служба информации телеканала «Культура». За шесть патриотических карикатур в виде альбома-литографии на нынешнюю войну Петр Баклевский получил бриллиантовый перстень от императора Александра II. Сегодня некогда популярные рисунки – музейная редкость. В Омском музее изобразительных искусств Мини-Врубеля хранится альбом галереи гоголевских типов из 14-ти литографированных рисунков Баклевского к ревизору. Из Омска сообщают наши корреспонденты. 100 тысяч рублей в 1905 году пожертвовали власти губернского города Омск на электрическое освещение гоголевского ревизора. С этой постановки началась история знаменитой омской драмы. Актерский состав нового городского театра тогда оправдал надежды режиссера. Первый омский ревизор публикой и критиками был принят. Спустя 30-летие ревизор в постановке режиссера тогда уже Государственного синтетического театра Владимира Торского был разгромлен на страницах омской печати. Первая волна репрессий. Бригада наркомпроса вынесла вердикт. Формализм. Из-за формализма Торского и Билии. Вот такой донос Леонов осуществил. И буквально через полгода театр прикрыли. Но несмотря на социалистические коллизии, социальный фольклор ревизора по-прежнему вдохновлял режиссеров. А актеры нередко примеряли образы, придуманные когда-то современником Гоголя Петром Баклевским. Юрист по образованию изнутри знал чиновничью Россию. Бюрократические пороки, точно им подмеченные, вылились в галерею гоголевских типов. В этот альбом вошло 14 литографированных рисунков Баклевского к ревизору. Придуманные художником образы не только многократно переиздавались, но и десятилетиями служили образцами для театральных постановок по всей России. Он не просто создает иллюстрации Гоголю, а он играет Гоголя, надевая всякий раз маску того персонажа, который он создает. И поэтому здесь связь с театром, она необыкновенная, очень прочная. В послевоенные годы академик Евгений Лавренко приобрел эти графические листы в Ленинградской писательской лавке. Спустя 4 десятилетия он передал работы в дар Омскому музею. Реставратор Светлана Румянцева вернула литографии Баклевского к жизни. С этой работы в Омске началась профессиональная деятельность реставраторов графики. Рецепты, примененные более двух десятилетий назад, доказали свою состоятельность. Динара Шамец, Станислав Илюженич, служба информации телеканала «Культура», Омск. На литературную премию Джорджа Оруэлла номинирована книга России «Дети Сталина». Публицист Оуэн Мэтьюс рассказал о своих родителях, сотруднике британского посольства, и русской женщине, которым потребовались годы, чтобы официально оформить отношения. Бабушка автора 11 лет находилась в сталинских лагерях. А в номинации «Лучший блок» фигурирует пользователь под ником Чехов с его журналом «3000 верст одиночества». Статья о номинантах премии Оруэлла размещена на электронной версии британской Guardian.guardian.seo.uk. Поиск во всемирной паутине продолжает Алексей Че. Фотограф Чедвик Тайлер родился не в то время и, конечно, не в том месте. Ему нужно жить не в бурлящем современном Нью-Йорке, а в Париже Бадлера. Так же, как в стихах французского поэта, на снимках Тайлера упадок, загнивание и тоска. А все музы фотографа больны крайне опасной болезнью – меланхолией. Декадентские фото Чедвика Тайлера можно увидеть на сайте фотографа. Фумио Набата сделал серию снимков «Битва на летних каникулах». Все фотографии посвящены традиционной японской забаве – ловле золотых рыбок. В стране восходящего солнца существует даже национальный чемпионат. Но для своих фотографий Фумио Набата избрал неожиданный ракурс. Это как бы взгляд золотой рыбки. Из-под воды даже дети кажутся огромными и страшными. «А черный, белый е и красный у зеленой» – писал в 1871 году поэт Артюр Рэмбо. По всей видимости, он так и воспринимал гласные в цвете. По-научному это называется синестезия, когда при раздражении одного органа чувств, например, слуха, человек может еще и увидеть что-то. Медиахудожник Сергей Коцун создал сетевой проект «Синестезиограф». Нужно ввести текст, и программа представит его в виде разноцветных кругов. Вот какие цвета можно услышать в слове «загрузка». Студент Йоркского университета Вилл Трибл и его однокурсники сняли кавер-версию фильма «Убить Билла». Все перипетии четырехчасовой ленты Квентина Тарантино уместились в одну минуту. Этого времени вполне достаточно, чтобы отомстить многочисленным врагам. Кстати, начинающий режиссер снял еще и кавер-фильма «Форест Гам». Все показано очень подробно за одну минуту. Все ссылки на новости культуры и всемирные паутины вы найдете на сайте телеканала «Культура». Всего доброго, не потеряйтесь в сети. 110 лет назад родилась Глория Свенсон, легенда немого кино. В начале прошлого века она была символом американской фабрики грез. На пике актерской карьеры Свенсон имела доход настоящего миллионера. Актрисе завидовали женщин, ее обожали мужчины. Она основала свой дом моды, пропагандировала вегетарианство и йогу. В 1968-м Глория Свенсон посетила Советский Союз. Российскому зрителю актриса запомнилась по фильму «Сансы от бульвар» или «Бульвар заходящего солнца», где она сыграла почти автобиографическую для себя роль – актрису Норму Десмонт. Однажды Глория Свенсон, манекенщица из ателье мод, взяла на прокат лучшее платье и отправилась на киностудию СНА. 15-летней девушке дали роль – привидение. Она репетировала 4 дня, но начинающую актрису назвали бездарностью. Но Глория не привыкла сдаваться. Уже через полгода она вышла замуж за главного режиссера той самой СНА Оли Сабири. А еще через пару месяцев снялась в «Купальщицах» у отца американской комедии Макс Энета. В «Купальщицах» ее заметил один из самых успешных режиссеров того времени – Сесиль Демиль. Скандал в обществе «Восьмая жена синей бороды», «Не меняйте вашего мужа», «Самцы и самки». В фильмах Демиля героини Свенсен всегда богатый, аристократичный и очень привлекательный. Во многом ее женщины были не женщинами начала 20 века, а, наверное, ближе к нашим современницам, потому что очень часто это были красивые, уверенные, самодостаточные женщины, которые знали, чего они хотят в жизни. В начале 1920-х газетчики обзывают Свенсен вешалкой для платья и разодетой лошадью. Но мнение критиков обычную публику совсем не интересует. Шикарная «Глория» популярна как никогда. Ее гонорары исчисляются миллионами долларов. Много раз была замужем за богатыми людьми, всегда была в потрясающем особняке. У нее был знаменитый эскалатор, сделанный из хрусталя, который парфюмировали вапоризатором «Шанель номер 5», для того, чтобы подниматься на второй этаж. Бесконечные подушки, куклы. Она утопала в роскоши арт-деко. Успеху Свенсен завидует сам Демиль и клянется, что больше никогда не будет ее снимать. Тогда непобедимая «Глория» меняет амплуа. Теперь она – женщина-вамп. Сегодня ночью или никогда правонарушительницы неблагоразумные. Режиссеры, с которыми работает Свенсен, не так известны, как Демиль. Зато звезда может ставить им свои условия и играть, как захочет. Ее новые героини ищут острых ощущений и опасно играют с жизнью. Было время, когда глаза своего мира были прикованы к фильмам, но им этого было мало. Им нужно было, чтобы уши были прикованы тоже. Поэтому они открыли свои огромные рты и начали говорить, говорить, говорить. Под словами Нормы Десмонт из фильма «Санцет Бульвар» могли бы подписаться все актрисы немого кино. Для Глории Свенсен приход звука не стал трагедией. У актрисы был приятный голос, она неплохо пела. Тем не менее, ее успешные роли в звуковом кино можно пересчитать по пальцам. Мы снимем еще одну картину, еще одну, еще. Понимаете, это же моя жизнь. За роль безумной актрисы немого кино в «Санцет Бульваре» Свенсен была номинирована на «Оскар». Но страстная дама с выбеленными лицами, темными глазами и эксцентричными жестами выходит из моды. В 60-х актриса много снимается для телевидения, играет в театре. В это время Дом моды Глория Свенсен начинает выпускать одежду для тех, кому за 60. И те, которые обращались в Дом моды Глория Свенсен, были женщины, бывшие молодыми в 20-е годы. То есть они возвращались к образу звезды, которая была их яркой современницей. На Голливудской аллее славы находятся сразу две звезды Глории Свенсен за достижения в кино и на телевидении. А для множества поклонников великая актриса Великой Эпохи навсегда осталась олицетворением женской привлекательности. Мария Федорова, Валерий Жиглей, Андрей Тарасенко, Служба информации, телеканала «Культура». Наш выпуск завершен. Мы продолжаем следить за событиями. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...